Доброе утро, наши уважаемые телезрители! Сегодня, как и всегда, как каждое утро мы еще просто с конышем не проснулись, поэтому так решили оттянуть приветствие. Салем Семей в эфире, 3 часа мы с вами. Сейчас посмотрим, какая погода ожидает нас сегодня. Я сегодня сегодня с тем, что мы ждем. Салем Семей в эфире, 3 часа мы с вами. Салем Семей в эфире, 3 часа мы с вами. Салем Семей в эфире, 3 часа мы с вами. Салем Семей в эфире, 3 часа мы с вами. Год 1954-й увидела свет первая часть легендарной трилогии Джона Рональда Руэла, Толкина «Властелин колец», «Братство кольца». 1973-ші жылы Қазастарин сөлгесі мемлекеттік академиялық бедиатрын балет әртісі Айтулқын Тұрғынбайлы діне келді. 1990 жылы Алматыдағы медиумыз айдында Азия даусы музыка өндеріндегі танымал әндермен талант тұрындаушылардың бірінші қалқаралық байқау өтті. 2020 жылы Семей Палугын алмағында сонғы ядарылығы заряд жойылды. Ал 2020 жылы Лондондағы Олимпиада Қазастандық командығы егінші алтындаға оры атлетшіміз Зольфия Чинжанлуа келді. Ол жалпы көлеме 226 кейлі салмақты көтеріп, олимпиадалық рекордта орнаттықан екен. 2015-м году корпорация Майкросоуд представила свою новую операционную систему Windows 10. Система признана стать едины для разных устройств, таких как персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, консоли Xbox One. Бала тәрбесі жайлы болмақты. Студиямызғы елген мемандармен танцы болғыңыздар. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях Кайнарова Айнур Спековна, педагог-воспитатель. Здравствуйте. Садика Радуға и Мукашева Гульбаршын Алимгажыновна. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Енді бүгін тақырымыз бала тәрбесі жайлы болмақт. Бала тәрбесіне неден бастаған жүрін? Солан өзіңіз, өздеріңе бөлесеңіздер. Бала тәрбесі ең алды мен жаңайтып жатырмыз ғой, отбасында басталады. Отбасында тәрбее баланың, қандай жақсы тәрбее болса, балада сол баланың сана сезімінде ол өмірі қалыптасып қалады. Одаң кейін бұл тәрбеені жаңағы арғарай дамытып, арғарай жаңағы балабақшада немесе басқа жерлерде арғарай алып кетеді. Біз, мысалы, балабақшада жұмыс дегендіктен, бізге балаларды балабақша қалып келгенде, жаңағы біз көбінесе балаларды ойын түрінде, ойын арқылы балаларды тәрбелейміз. Ойын арқылы балалар тәрбелейміз жаңағы күнділікті тәрден оларды қабылдаудан бастап, жаңағы кешке үйген қайтқанға дейін, балалар біздің тәрбиемізде. Бала тәрбиесі, баланы жасында жатады, мысалығы қатыларымыз. Бала қандай тәрби ересін, келешекте солындай азамат қалыптасады. Бала қалыптасады, 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 қалыптасады. Баланың тәрбиесіне атананың маңызы қаншалықты? Атананың маңызы өте зор, өйткені тәрби және айтып жатырмыз, құлтбасынан басталады. Баланың бізге бала бақшаға кеп табыстайды. Сондықтан да біз атананың менен тәрби ешілер ұжымы бірлесіп жұмыс жасаса, балада сұғындаған әнәтийше болады дамуында. Ал мысалы, кебір атаналар болады, акипстайты, тәрби еші өз тәрби еле басын деп етеді, оны болмау күрік. Бірлесіп жасау күрік жұмыс істі. Мысалы, атаналар келергенінген сұрау күрік, мен балам қалай болды, не істейіміз керек. Біз әртүрлі кенгістер жазамыз атанларға берілет, айсайын ғауыстырылып отырады кенгістер. Со кенгістерге байланысты, мысалы, сұрап білу күрік, не себептен біз ұсында кенгіз құрдық, жасадық атанларға. Нәтшін оның бірқа көте себебі болғыр, кеймен сол баланың жас елекшелініне сай болу күрік біз жасаймыз. Сол жас елекшелікке байланысты, дамуында атанларының қосатын дөсі өте көп. Мысалы, 3-4-5 жас, мысалы баланыңыз, қанды үзгешеліктер пайда болады, қанды қызы ұшылықтар пайда болады? 3 жасында баланы, 4 жасында, 5 жасында? 3 жас, 4 жас, 5 жас болғамыз, әр бала, ол бала. Бала болғандықтан біз ойын ретінде жүргіземіз. Біз барлық оқу сәрекеті, таңаттенгі жаттығы бар. Далаға шықаның өзінде, прагулқаға сервенде байтамыз, шықаның өзінде барлық бізде ойын түрінді өтет. Баланы ойынға қызықтыра отырып, біз оқу сәрекеті бізді тәрбелеп жүзгігі асырамыз. А с какого возраста педагоги рекомендует изучать иностранның языки детям? Такой вопрос у меня. Вообще осознанно дети начинают с трех лет изучать. Потому что как бы сейчас у нас идет, многие дети не разговаривают почему-то. И с трех лет желательно изучать иностранные языки. Ну не разговаривают, это с чем связано? С развитием речи? С развитием в основном речи. Сейчас дефектология очень много у детей идет. Что делать таким родителям, которые вот это заметили? Куда обращаться? Ну в каждом учреждении, в саду есть логопед, работаете индивидуально. Психологи у нас есть, с каждым ребенком работают. И побольше надо с детьми разговаривать. Разговаривать, общение надо. Сейчас у нас, как говорится, у всех телефоны, смартфоны, да? Они все там. Вот дети практически не общаются, не разговаривают. А вот если бы поменьше, вот дали бы им компьютерные игры, например, да? Или телефоны, смартфоны. А наоборот, побольше разговаривали бы. Вот окружающую среду, вот... Изучать. Изучать, да. Вопросы задавать. Вот ребенок вопрос задает, надо конкретно ответить на этот вопрос, например. Конкретный ответ, конкретный вопрос допустим. Ну, сейчас же многие родители на отмашки все воспитание начинают. Да, потому что им, родителям выгодно. Ну, как, в том плане, что самое главное, чтобы ребенок не плакал, не беспокоил его. Вот отдали ему телефон, и все. И Бог хорошо, и родителю хорошо. А вот в этом плане, вот в основном, я думаю, это мое мнение, думаю, что из-за этого у ребенка развитие речи, вот задержка речи, в основном в этом общении мало очень. Самая главная ошибка на сегодняшний день, родители, это то, что они... Мало общаются с людьми. Мало общаются, да. Мало общаются с людьми. Мало общаются с людьми. Мало общаются с людьми. Это очень важный вопрос в Казахстане. Мы говорим, что это очень важный вопрос. Мы, например, оба-бакши, 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 психология. Это очень важный вопрос. Мы говорим, что это очень важный вопрос. Сюда у нас много вопросов. Балабақша был эндологопед, психолог на этом. Рассказывается, что это очень интересный вопрос. Несколько он очень интересен. Но больше у него было с текстом его слов, и, конечно, бала не со мной. Он не все астамастам негизы, а не все астамастам. Программа не скажу, что женщин в 5-10 годами не может быть евро. А нужно сказать, что женщин в 5-10 годов было бы уложено. Она сказала, что девушка, я来了, потому что она сам�에 нарушает физический человек. Она сказала, что она может быть юно-дорченым. Насчего гибель, я как-то только дарю, которые говорят, что это не в детстве. Педагоги, воспитатели, они работают. Ведь не только с детьми, я так понимаю, они работают еще и с родителями. С кем сложнее работать? С родителями, скорее всего, сложнее, чем с детьми. Какие самые распространенные ошибки родители допускают? Еще вот воспитание, как приходится, что именно приходится корректировать сложнее всего? Сейчас родители, как бы уставшие, что ли, непонятно, они прям агрессивно воспринимают все. У нас сколько лет стажек, мы же уже знаем, что, как, где. И хотим, как бы, помочь им, у них, получается, агрессия идет у родителей. Защитная реакция, наверное. Я знаю лучше, почему мне советы так получаются. Ну да, например, они бы послушали, потом бы спросили, например, а как еще можно, чем мы могли помочь, как бы. Вот почему-то вот молодежь, у них прям идет агрессия. У них идет ассоциация обязанной, вот это вот плохо самое. Раньше такого же не было же. Воспитатель, педагог, это в первую очередь как-то было. А сейчас они, как бы, говорят, а вы обязаны. Раньше педагоги ставили на горох, в угол детей в школах, вот в те еще времена, когда... Ну да, мы сами тоже, когда воспитатели стояли, и били плетками, и ремнями, и ничего такого не было. А сейчас родители, я даже вот, да, не могу с этим не поспорить, агрессивно начали относиться почему-то и к учителям, и к воспитателям. Мне кажется, они вот в Ютубе вот это все видят с интернета, вот. Не все же люди одинаковые, вот они воспринимают вот так вот. Да, у них вот складывается такое впечатление, что все, да, все воспитатели или все педагоги, они все такие, да. Там одинаковые все. Ну, я бы не на курсе, я бы не на курсе, я бы не на курсе, я бы не на курсе. Сегодня у нас в гостях педагоги Садика Радуга. Доброе утро еще раз, кто присоединился к нам, телезрители. Я знаю вот, что сейчас в садик родители привозят часто детей, которые бывают сосут соски, правильно? Есть такое? Пользуются сосками, пользуются памперсами. Вообще вот до скольки лет памперсы можно максимально? Мне кажется, каждый родитель должен осознавать то, что идет ребенок в общество. В обществе он же не один, этот ребенок, получается, их там максимум 25. В группе сколько обычно человек? Ну, 25, 20, вот так вот. Ну, нереально это вот памперсов, ходить целый день на ребенку в памперсе. Мне кажется, каждый родитель должен, вот вы уже настроены, вы знаете, что вы будете ходить в садик, уже надо отвечать, ну, максимум до года, мне кажется. Но это ответственность родителей. Ну, вот они-то так не осознают родителей. Обязанности, как вы, говорят, должны отучить. Ну, вот у нас садики сколько? Трех летних детей у нас садики? Соски. С двух лет. С двух? С двух, трех. А на ларгат жалховы порамерсанды? Сейчас она ларгат. Учается, да. Тарбейгей садир. Садират учат. Даже соски, даже некоторые дети ложку держать не умеют. Ложку, ладно, памперс, ладно, как бы скажем. Даже жевать процесс некоторые дети не умеют. Вот у них вот рефлекс идет, вот мы сидим, кормим же с двух лет, например, мы их кормим. У них рвота идет. Бывает, есть такие дети, вообще, которые не кушают. Они не знают, чем они дома питаются эти дети. Какие-то у них есть? Какие-то у них есть? Они говорят, что у них есть бала-бахшана, келет бала. Сол, бала-бахшана, менюс, каши, хотя бы, аз-дап, аз-дап. А у этого ребенка сразу идет рефлекс, рвотный рефлекс от этой каши. Нужно, наверное, чипсами? Вам нужно приходить на чипсы? Наверное. Потому что дома они едят это. А в саду-то они не привыкшие, например, не все, по-моему, каши варят там по утрам, не все. Мы иногда родителям говорим, берите, пожалуйста, вот у нас меню висит каждый день, на каждый день у нас меню висит, берите, пожалуйста, меню и старайтесь хотя бы в маленьком количестве готовить дома и учить ребенка, чтобы он здесь тоже мог есть. Потому что один хлеб он ест, больше ничего. Да, мы его тоже не можем так силой заставлять, потому что у них, вот какая наш спектр, у них рвота потом. Родители все-таки должны понимать всю ответственность госучреждений, потому что есть нормы санпина, есть убежденные меню, и прежде чем вот в садик, школу, все-таки нужно как-то готовить ребенка к этой домашней нормальной обычной пище. Да. Потом он, получается, к этому домашнему привыкает, приводит в детский сад, и у него начинается паника у этого ребенка. И потом родители говорят, а почему мой ребенок без конца плачет? Плачет, да. Вот. Он не может привыкнуть. Конечно, он не может привыкнуть к этому. Раз дома не работают родители, получается, с ним. Слово нельзя не знают сейчас дети. Нельзя. Это очень. Можно, нельзя. Вот слово нельзя не знают. Сложно. Ну, например, ребенок кусает, подходим, мы же говорим, нельзя кусать, и у него начинается паника. Почему мы говорили, что не п Я умирал себя. Такой вопрос. Возьмите у меня. Я не умрался. Тебе не умрался. Я умрался с другой стороны. Я не умрался, что ты думаешь, что ты не думаешь о тебе, какеря и какая-то репетия. Хамер чтобы быть по хорошей желаемой, это очень хороший. Если ты любишь свое любимое, тоDon't say так. Это является репетия. Второе, что у себя, когда ты будешь ехать в этой жизни, что ты будешь ехать в этой жизни. Это человек, который говорит о динамике, это садится. Но в эту неизвестницу мы же знаем, что настория друг к другу. Да, мы говорим о динамике. Да, друг к другу, вы же знаете, что иногда мы делали 7-8 лет, а уже с 100 лет, 10 лет. В то время мы уже оказались в моих машинах, мы были такие действительно динамике, появились в моих парнях и сейчас. В приеме, дорогие души, в родину и в голову, в голове и русских домах. Издать мне, как я хочу, я хочу, где мне не хочу. И мне интересный день. Здесь я хочу, что я хочу, а потом я хочу. Я хочу, чтобы я хочу, чтобы они не ухватывались, я хочу. Я хочу, чтобы вы изменились. Однако я хочу. Это значит, что у нас есть большая проблема для ребенка. В нескольких проблемах она высаживаетсь 27 лет назад, а бабы окружают себя, а бабы окружают себя, ведь она не просвали. Действительно, у вас есть представление о себе, что бывает, а 4-6 лет назад, где правила THAT. Вызовывая цепь, лучше сроки. Бабы сказано, что болит. Мы не мы спринимали, не думали, дымали. Назначено мне не обнести, мы даем им правил. В нем правильно агентство, так вот, а я обожаю им певằng твердек. И потом она что-то Navy- Благодаря нашему деталью, не знаю. Теперь у тебя этаповы не нужно. Сейчас с этим не может быть, а KENNETH, мне важно, что здесь нужно конкретный твердок и уẹл. Как ты нашему образованию дебил? Так как мы занимаемся, когда я занимаюсь, мы принимаем отношения и страсти. После этого я использую демократную работу. Это был учебники классов. Например, у нас есть учебники, в стандартном области в следующем году, в том, что классно-очень будет участвовать в таких же учебниках, И поскольку мы родители занимались в Казахстане, как и в школе, я люблю в школе. И учебные дети были не вступать в школе. И вот этот баланс – мы берем с 20-25 минут в этот раз, а мы берем с 1 с 1,5-2 минут. А есть вот, на какой возраст родителям нужно точно обращать внимание, критический возраст ребенка, во сколько он бывает? От трех. Вот с какого возраста? От трех до пяти. И как это проявляется? Ну, формируется ж у ребенка характер или вот трудность воспитания в каком возрасте? Сол шпен бесаралыгында баланың жаңағы психологиялық, физиологиялық даму жүрі тұқай. Солгізде осы жаста атана ерекшиммен беру керек балатының тәрінісіне дамуына. Жаңағы айты отырған сол көбінесе сөйліу керек, ойнату керек, үйдеде, мысалы, ертегілер оқу керек. Сөрет салғызу керек, бірге сөрет салу керек, мысалы, бала менен, бірге ойнау керек. Бала сияқты өзінде, баланыңды отырғызып бойып, мысалы, бала сияқты бірге сол кезде жұмыс жасаса. Бізге де джейл болады, өзірнеде, баллардың тіледе дамығы, ойырсы дамығы, есті сақтау көбілі де барлығы, зейнеде, чахсы дамығы. С детьми нужно заниматься, рисовать, играть и убрать с телефоны куда-нибудь подальше. Заинтересованность у родителей должно быть. А вот особенности мальчиков и девочек есть какая-то? Или дети разного пола воспитываются одинаково? Или характер все-таки играет роль? Как обычно, девочки, обычно они шустрее, они немножко более собраннее. А вот почему-то у нас вот мальчики, в этом плане вот у нас они отстают. Вот у меня в группе 23 мальчика. 23 мальчика? 23 мальчика, 9 девочек. И да, в практике у меня это вообще первый раз вот я сталкиваюсь с таким. Ну, что сказать, они, мальчики есть мальчики, но мы стараемся их воспитывать. У меня хороший помощник воспитателя, Светлана Владимировна, она мне в этом плане очень хорошо помогает. Поэтому... Ну, они отстают во всех отношениях. То есть утверждение то, что девочки развиваются быстрее. Быстрее. Оно верно? Да, да, да. А мальчики почему-то немножко... Ну, видимо, держать ложку. Да, они разговаривают. Ну, и восприятие у них тоже немного, как бы, немножко... Ну, в целом... Ну, в целом... Ну, а восприятие, ну, у кого как? Ну, восприятие, да. По-разному. Ну, а дается это все образовательная часть, это все мы не делим мальчик, девочка такого нас не... Ну, общее, общее воспитание идет. Ну, я имею вы просто вот как... Вот со стороны, как ваше мнение психологически, да. Кто же все-таки как развивается отличие мальчиков и вот и девочек. Ну, это понятно, что воспитывают их в одном режиме, так скажем. Да, да. Сіздерге көй брахмет. Алтын вақыттарынезе бөл бұл инстудиямзе келгендерімізге. Енді, баланы жастан деп қазағатамыз деген айтпаған гой, сондыстын дәрі қышанда бала дәрбейесінде атын олар барышалығы бір жетті көңілгі бөлгілік сияқты балыр, ол біздің болашағымыз көрімендіргәтер қамдай тілектеріңіз мақын? Біріншіден сіздерге көрі ақмет шақырғандарыңызға бұл инда үлкен мәселе, енді біздің айтқаныңыз бен ол, енді шешілмейді ол бүргіндік мәселе емес. Сондықтан бұл ашақта атанылар қайтатын. Бала тәрбесіне көбірек мән беріңіздер, көбірек уақыт бөліңіздер балыларыңызға, көбірек балаларымен бірге жұмыстыңыздер, бірге болыңыздар. Бір жұмада бала бес күн бала вақшада болса, екі көгін сіздермен болады. Сондықтан сол екі көгінді баламенен өткісіңіздер, жақсы бұлар етті байтырадың. Баларына көп көңілбесін де ма қатаныларына, айбиратананың, әрбаларымыздың болашақтарымыздың, әрбала, әдемің болашақтарымыздың.